Физкульт-привет, друзья! Недавно кто-то из вас прислал мне ролик на одного из видеоблогеров, где он отвечает на вопросы. Ну как отвечает? Честно говоря, я просто посмеялся. Ему задаются вопросы, он просто говорит какую-то ерунду. Я не буду называть этого блогера, не хочу никого убежать, но честно, когда видишь подобное отношение и ответы, реакции от подписчиков нет, для меня это очень удивительно. Особенно удивил меня человек, когда ему задали вопрос про ротаторную манжету плеча. Во-первых, он даже никогда, как он сам признался, не слышал, что это такое. Друзья, как можно доверять такому инструктору? Он говорит, да это все для химиков, блюйте, тренируйтесь по моим методикам. Перед тем, как ответить на этот вопрос, хочу напомнить, друзья, что вы можете приобретать мои книги. Особенно, если вы являетесь инструктором, тренером. Если вы взяли на себя ответственность тренировать других людей. Вы обязаны изучить эти книги. Одна книга для мужчин, другая книга для девушек. Особенности этих книг в том, что в них изложена информация, которую вы не встретите больше нигде. Это иной взгляд на тренинг, и вы обязаны прочитать его. Даже если вы будете не согласны, вы получите массу полезной информации. Вы получите информацию, которая заставит вас посмотреть хотя бы на наше с вами дело под разными углами. С другой стороны, если хотите. Друзья, я вас тоже не призываю слепо доверять мне. Копните поглубже, изучите, что такое плечевой сустав. И вы увидите, не с моих слов, а с учебников по анатомии, а лучше спортивной анатомии, что плечевой сустав это как раз таки ротаторная манжета плеча. Что такое ротаторы? Это мышцы вращателей, внутренние вращатели плеча. Если говорить откровенно, то именно из этих мышц и состоит сустав. Если бы не было мышц вращателей, сустава бы не было. Кости бы просто разошлись в разные стороны. Почему необходимо давать им нагрузку? Но здесь хочу сказать, что веса для тренировки мышц вращателей вообще не нужны. Лучше всего работать с эспандерами, резиной или в кроссовере. Об этом у меня очень много видео. Итак, если вы тренируетесь, если вы усиленно тренируете ваши дельты, если вы хорошо и много жмете на грудные мышцы, то вы обязаны раз в неделю давать вашим вращателям нагрузку. Дело в том, что когда мы выполняем все эти упражнения на дельты, на грудные мышцы, вращатели не работают. Усиливается сила, извините за тавтологию, дельтоидов, то есть мышц плеча. И получается дисгармония, дисбаланс между внутренними мышцами плечевого сустава и непосредственно тремя пучками дельты. И что происходит? Вы работаете и можете на пустом месте получить травму. Для этого как раз таки и необходимо давать легкую нагрузку на ваши вращатели. Это можно делать отдельным днем, это можно делать просто перед тренировкой грудных, перед тренировкой дельт в качестве разминки. Но делать необходимо. Достаточно, повторяюсь, раз в 7-10 дней делать подобные легкие упражнения, не отнимающие много времени у вас. И при этом быть уверенными, что у вас не будет никаких проблем с плечевым суставом. Кстати, легкий тест. Есть ли у вас проблемы с плечом? Нащупайте рукой ключицу. И идите от шеи к плечу. Нащупайте место, где ключица входит в плечо. Надавите на него. Если есть хоть малейший дискомфорт или боль, это говорит о том, что у вас проблемы с плечевым суставом. А это очень и очень опасно. Также вы можете проверить, насколько подвижны ваши плечевые суставы. От этого тоже зависит, можно ли вам делать те или иные упражнения. Можно ли вам работать в тренажерах. Или вам, как и мне, придется работать только с гантелями. Даже со штангой не стоит работать. Для этого очень просто. Нужно просто встать к стене, прижавшись затылком, плечами, тазом. И прижать локти и кисти к стене. Поднимая в таком положении руки вверх и опуская вниз. Если нет дискомфорта, если нет боли. Но самое главное. И локти, и кисти, и все тело должно оставаться прижатым к стене. Если что-то отрывается, а особенно будут отрываться у многих локтей. Это говорит о том, что вам необходимо задуматься о том, как вам грамотно и безопасно тренировать ваши дельты. Этот человек, который отвечал на вопрос, сказал ротаторы, брахиалиас, пронхиалиас он его назвал. Друзья, сделаю маленькую ремарку. Брахиалиас тоже необходимо тренировать. Что это такое? Это мышца, которая пролегает под бицепсом. И у большинства проблема в том, что они тренируют бицепсы, а он не растет. Это и правда, и неправда. Почему? Потому что бицепс может расти сам по себе. Но проседать вниз. Грубо говоря, расти в другую сторону. Условно, вы понимаете. И если вы не тренируете брахиалиас, то он проседает бицепс туда. Брахиалиас же выталкивает бицепс наружу. Это смотрится гораздо эффективнее. Предплечье становится мощнее. Общее эстетическое состояние, вид вашей руки меняется в лучшую сторону. Он становится реально мощным. Для этого нужно делать что? Да все очень просто. Обычные молотки. Подъемы хамером или подъемы штанги обратным хватом. Все, что для этого нужно. Но делать это тоже нужно. Ведь мы должны гармонично развивать все мышцы, которые есть у нас с вами в организме. Друзья, будьте, пожалуйста, предельно осторожны с плечевым суставом. Повторяюсь, это самый подверженный травмам сустав. Обязательно изучите. Посмотрите, пожалуйста, на картинки. В интернете, в гугле наберите. Вы увидите, что ротаторы это то, из чего состоит ваш сустав. Берегите ваши суставы. Берегите ваше здоровье. Потому что плечевой сустав, поверьте мне, если он травмируется, будет мешать вам тренироваться во всем. Вы даже не сможете нормально делать подъемы на бицепс. Друзья, спасибо, что смотрите. Если вам понравилось, ставьте лайк. Поделитесь обязательно в соцсетях данным роликом. Если не нравится, что ж, ставьте дизлайк. Напишите, с чем вы не согласны. А я желаю вам всем сухой мышечной массы и силы без рам. Увидимся в тренажерном зале. Субтитры создавал DimaTorzok